Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1,5% в день, даже 55% в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Сейчас, секунду. важная инфа будет. Иди к папочке. Здорово. Здорово, 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 здорово. Здорово, здорово, здорово. Сейчас, короче, буду вещать. Интересную тему. Ну, как мне кажется. А если мне кажется, значит, интересно. О, бишгэнг здесь. Здорово, Серега. Здорово, Серега. А что, вы там все вместе, что ли? Блин, интересно, смогу ли я, по-моему, в балконе ставить так телефон, чтобы ничего не ронять. О, допустим, кстати. Кстати, работает, правда, на меня свет ебану падает. Может, как-то его сфокусировать получше. Сейчас, секунду. Так только темней. Блядь, и как... Как бы подстроиться-то нахуй. Ладно, похуй. В общем, давайте мы наберем побольше зрителей, там, рассказывайте своим ребятам. Сейчас будет конкурс. Причем не билет какой-то, а посещение репетиции 22-го числа. И конкурс весьма специфический и интересный. Без всяческих репостов, блядь. Ко мне сейчас мотыльки налетят. Сейчас, жду пока там хотя бы человек 500 будет. А, блядь, уже 500 человек. Я все никак не могу привыкнуть к тому, что настолько дохренищие людей заходят на трансляции. Так, еще раз всем привет. Тут у нас 500 человек. Сейчас, блядь, будет уже 600. Нахуй вас так много. Заранее всем с вами привет передаю. Ну, сейчас просто буду вещать. Для подписчиков, собственно, фанатычей, точнее, слушателей. Вот. Как вы видели, мы много тренировались и трудились. Блядь, но они все равно растают. Слушайте, давайте тогда дождемся, пока дойдет до какого-то пика зрителей. И тогда я начну вещать. Потому что иначе начнутся эти вопросы. Блядь, я пропустил. А можешь сказать. А потом еще один человек через 3 секунды подключается. Блядь, я все пропустил, а можешь повторить. Я просто не хочу повторять. Надо посмотреть, типа, где будет топ, и тогда расскажу. Один хуй, кому это будет неинтересно, все равно уйдет с трансляцией. Кто, кому захочет участвовать в конкурсе. Вот. Сейчас. 740. Баткова хуя. Так много. Просто недавно на дизайнера трансляцию заходил. Блэксис Фэндом. У него 360 зрителей. Но это какой-то гон. У него один... Нет, полтора миллиона подписчиков. И, типа, 360 зрителей на трансляции. Это вообще гон. Ну, видимо, на столько он карьеру свою проебал. О, в общем, все. 800. Я думаю, выше не поднимется. Я надеюсь. Теперь вещаю. Короче, я запишу еще историю, конечно. Запишу еще историю, чтобы остальные люди смогли удостояться. Просто хочу самым первым, самым заинтересованным рассказывать такую тему. В общем, если в Москве чувак пишет, что любит сосать и думал, что все пропустят. Нет, чувак. Теперь все знают, что ты любишь сосать. Труна М13. Думал, такой, как ты, блядь, уйдет отсюда со своим секретом. Нихуя, пацан. В общем. Погнали. Те, кто из Москвы или из Питера, и сейчас половина зрителей такая, ну, или кто захочет приехать 22-го в Москву, я хочу разыграть посещение репетиции. Ну, это предфинальная репетиция. Финальная репетиция у нас будет 23-го числа, а 22-го, ну, предфинальная. 23-го у нас просто между собой. Бля, 931 зрители ебанутся. Короче, суть конкурса будет следующая. Вам, именно вам, именно вам всем, именно тебе, мужик, баба или любой другой из 70-ти или сколько там нахуй гендеров, можете записать каверную мою песню, как видео. И под хэштегом Локимин Тур, просто решетка Локимин Тур, только, блядь, без ошибок нахуй, иначе я не увижу. Разместить в Инстаграме, либо в Твиттере, и там, и там я замечу, ВКонтакте не надо, потому что, ну, ВКонтакте я просто этого не увижу. Хотя вдруг у кого-то нет со сети, мне похуй, пускай будет ВКонтакт, но для этого мы сделаем отдельный пост тогда с конкурсом, и в комменты можно будет кидать, во, охуенно, вот, вот, блядь, голова, 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 ставь плюс, если голова, если Рома голова, ставь плюс в чат. Вот, но, тема следующая, чтобы никому не было обидно, а точнее по-любому будет обидно, нахуй, зачем я это вообще сказал, я выберу кавер, который мне лично понравится, да, кавер на моем узлу, то есть выбираете любой трек, который у меня был, ну, желательно с альбомных, там, с исполнительных релизов, то есть там, включая бон, первую повестку, вторую повестку и синглы, которые выходили, и делаете кавер, можно небольшой, там, можно даже припев, если меня это, там, очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно зацепит, я выберу вот этого одного человека или двух, там, сколько вы кавер будете записывать, только пожалуйста, не надо записывать детский хор, чтобы я на репетиционный базу приводил 25 человек гулять, и они не наблюдали, нет, там, один-два максимум, там, человека, потому что там даже места не будет, чтобы вас всех разместить, и, собственно, 22-го, с трех-шести, и придете на репетицию, можете посидеть, пообщаться со мной, с группой, посмотреть, как мы репаем, и, в общем, как-то так, в общем, ребята, как вам идея, давайте, пишите комменты, я сейчас почитаю, а вы, ну, короче, читаю комменты, для касателя зрителей, не бойтесь, что вы мне орете, конструкки тобой нет, кавер должен быть нормальным, то есть это не должен быть взять бит, должны взять либо гитару, либо клавиш, либо еще что-то, то есть кавер полноценный, это кавер полноценный, то есть тебе нельзя просто зачитать на бит, сверху моего голоса, и все. Было бы глупо. Наргос плюс секи, тупо классик. На самом деле, от Наргос я отказался, просто я уже не могу, у меня настолько энергии не хватает, что я сейчас решил хребануть. Никаких, блядь, другой рандомный бит, если ты его написал, да, это считается кавером, то есть, ну, вот видите, люди пишут, привет, здравствуйте, тыры-пыры, сейчас начнем спрашивать, о чем я рассказывал, пиздец. Можно зашла, кому поучаствовать можно. Нотки вы нигде не возьмете, ребят, у вас буквально вот с сегодняшнего вечера до, там, 8-го, я не знаю, 8-ми вечера, вечера, блядь, 8-ми вечера, 21-го, есть время на то, чтобы записать кавер, ну, может быть, гитарный, может быть, игры на пианино, может быть, сыгры на жопах ваших друзей, но главное, чтобы он звучал музыкально и интересно, и мне понравилось, выберу я только одного. Помню, когда у тебя 100 человек в эфире было, ха-ха-ха, я помню, когда у меня было 3 человека в эфире, ну, логично, что я помню больше тебя. Так, конкурс норм, а не лучше будет билет на фест разыграть? БМ-фест разыгрывал билеты на фест, поэтому я не вижу смысла разыгрывать то же самое. Это моя собственная движуха для моих же слушателей. Как думаешь, собрал бы ледовый? Нет. Возможно, я соберу ледовый года через... 2? Например. Посмотрим. Прямо рай для ушей. Да ладно. Да я сейчас распивался на No Leaf Clover Metallica. Вроде вышло неплохо, но No Leaf Clover не будет. Может быть, я No Leaf Clover исполню на московском концерте 6 октября. Ну, и на всех остальных, соответственно, которые с живым узлом. Ну, хватит просить города. Ребят, объясняю. Типа, мы уже утвердили список городов, и я не могу в него добавить города. Не могу его добавить в города, ввиду того, что это первый тур, и я понятия не имею, сколько я народу соберу. Потому что артист может, типа, быть очень популярным медийной личностью, вот эта вся хуйня, но собирать хуёво. Поэтому сейчас посмотрим, типа, сколько соберётся. На самом деле продажи и тут вообще вот так. Поэтому я вам советую, если вы, там, соседний город, там, условно, я постоянно с Томском на Лосип катался, на концерты, на Трэвиса Скотта я ездил с Томска в Москву на день, блядь, чтобы просто попасть на Трэвиса Скотта. То есть было бы желание. Я понимаю, что там могут быть замесы с деньгами, всякая хуйня, но лучше рвать и ехать. И чем больше я соберу в этом туре, тем больше я добавлю городов в тур следующий. Логично? По-моему, пиздец логично. На катере обязательно светите балом? Рандом картинку пихнуть нельзя? Можешь рандом... Ну, лучше посвятите балом. Я же должен видеть, что музыку делаешь ты. Не обязательно кавер записывать, то есть буквально в видео. Очень хотелось бы живой звук услышать. Что там за коммент был? Он норм курит, я по три починаю. А, я думал, ты сказал, по три папича в день курю. Ну вот я по два папича в день курю. Ребят, вы можете записать кавер абсолютно необычный. Абсолютно желательно, чтобы он был певучий. Мне было очень приятно, если кто-то придумал новую мелодику для какого-то трека. Ну, просто чтобы это красиво звучало. Как отношусь к дагестанцам? Я не знаю, кто такие догестанцы, я знаю, кто такие дагестанцы. К дагестанцам отношусь нормально. К дагестанцам не знаю. Очень хотел бы увидеть догестанца. Это, наверное, такой... Это типа нация людей, похожие на догов, на собак. То есть это типа такие статные, высокие, худые, чёрные мужчины. Хуй знает, я таких не встречал. Какие-то бары куришь. А, ну, кстати, бля, я не буду рекламировать сигареты. Пускай мне платят, нахуй. Не скажу, какие сигареты курят. В смысле сейчас закроют? За что закроют? Я сейчас не успеваю новое музло слушать. Буквально есть время только на своё. Сука. Ёбаный комар сел на ёбаную бровь. А что объяснили про кемеровский пепел? Что тебе непонятно? Можно участвовать и при победе отдать другому возможность? Нет, это глупо. Я не знаю. Вдруг ты выиграешь конкурс специально, чтобы мне навредить и позовёшь Доги Станца. Я впервые увижу Доги Станца, который меня порежет. Зачем мне? Ну, в принципе, если условный Доги Станец запишет кавер, который мне понравится, я его обязательно позову в честь по чести. Я не играю в Дуту с декабря прошлого года. Надо, кстати, шмотки распродать оттуда. Ты лыгий. Какой странный порядок вопросов? Ты лысеешь? Какой любимый артист БМ? То есть, как вы... То есть, ты думаешь, я лысею после попадания на БМ? Нет, у меня типа... Ну, залысины, батины, они с 18 лет у меня попёрли. Сейчас мне 24, они остановились, наверное, 2 года назад. И всё. И так мне всю жизнь останется. Бля, как меня заебали с волосами. Ребята, я постригся, потому что я хотел постригся. Вот и весь, блядь, ответ. Сколько заплатили за клип в БМ? В смысле... Ты умеешь правильно задавать вопрос? Сколько заплатили за клип в БМ? То есть, я типа, снял клип и внёс деньги в БМ? Что ты имеешь в виду? Как часто у тебя было, что ты думаешь, что трек стрелёт? Ну, в итоге, мимо было ли? Не было, не думаю о том, что трек должен стрелять. Просто делаю песню, а что с ней дальше происходит? Ну, как получится. Запиши совместку с Дорном. Вот это охуительно. Вот с Дорном я очень хочу поработать. Я увидел на тусовке без байдра. Я что-то застеснялся подойти. Сейчас, ребята, тут поставлю, чтобы у меня... Вон. Я уже говорил про расширение... Блядь, дура, господи. У меня те же вопросы. Новая песня Дорна про дождь, которая песня Агутина? Никак. Можно фотку после концертов там? Наверное, можно. Если у меня будет сил хватать на фотографии, конечно, будут фотки. Или нет. Или нет. Я лучше поставлю какой-нибудь вип-билет за него, чтобы давали 15 тысяч и плюс 5 тысяч за фото. Вот как-то так, чтобы стать ручной обезьянкой. Вот эта идея мне нравится. Обожаю, блядь, брать деньги ни за что. Ребят, личные вопросы вы мне можете вообще не задавать. Ну, короче, я так понимаю, на вип-билет за 15 тысяч плюс 5 тысяч равно фото. Все согласны? Хорошо, так и делаем. Когда, сука, новый клип, блядь, 12-минутной короткометражки и парта в констракте мне не хватает. Стив вышел 2 месяца назад, ты чё, охуел без новых треков? Где новые треки? Почему ты не такой конвейер? Почему... Почему... Почему ты не лизер? Почему... Почему не можешь каждую неделю выпускать трек? Это что, так сложно, блядь? Это... Мне непонятно. Наверное, потому что я долго пишу треки и прорабатываю их, поэтому они и не выходят. И, блядь, просто представьте, 2018 год, да? Выпустил повестку. В 2017 году. Бон, блядь, плюс повестка первая. Им всё мало, блядь. Им всё мало, ёб твою мать. Вы как... Ну, вот эти господа, я не вас всех имею в виду, а люди, в принципе, как будто... Типа, вот есть толстяки, которые не могут остановиться жрать. Их организму не нужна еда. То есть, когда они приходят к диетологу, и он спрашивает, а когда вы перестаёте есть? Типа, даже не когда вы перестаёте есть. Типа, как... Как быстро у вас настаёт чувство... Ну, происходит чувство насыщения, да? И они такие, типа, блядь, я... Я не останавливаюсь, когда я сыт. Я ем, пока меня не вырубит сытой комой в постель, я нахуй не усну, не обосрусь в постели, тогда я прекращаю есть. Вот, типа, такой байды. И как бы, у меня ощущение, что люди, которые просят реки, там, каждую неделю, я не знаю, каждый месяц, это та же самая хуйня. Типа, они, ну, ненасыщаема вообще. На альбоме навряд ли будет фит с Энтони, я подумаю, как его выпустить. Просто, пока я долго писал куплет, переписывал, точнее, на парт, теперь я прошу у Жака, блядь, исходники, чтобы доделать трек. Пока на связь не выходит. Как выйдет, доделаю. Когда хорошая музыка, как ты ей насытишься? Ну, ты же, блядь, не ешь блины мамы, пока не умрешь, правильно? Ну, то есть, ты, безусловно, вкусный, безусловно, пизда, ты же не собираешься себя убивать при помощи блинов, правильно? Рано или поздно ты насыщаешься? Потом, ой, сюрприз, идешь какать, а организм перерабатывает все углеводы, которые ты съел, перерабатывает примерно неделю или полгода, и потом ты ешь еще раз блины. Я бы убил себя блинами, любая баба убила бы себя блинами. Дай бабе возможность сдохнуть от еды, и баба выполнит эту задачу. Типа, это, наверное, единственный приемлемый способ самоубийства. Интересно, мне теперь, ну, будут вырезать эту статью? то есть, условно, типа, нельзя описывать способы самоубийства. Допустим, я сейчас говорю о том, что, так, если ты будешь жрать нон-стоп, ты, блядь, сдохнешь, ты просто умрешь от того, что твой желудок взорвется, нахуй. По большому счету, это способ самоубийства. Интересно, внесут ли переедание в список запрещенных материалов? Блядь, надо запомнить, надо это в твиттер записать, это гениальная хуйня. Я вижу, что я, блядь, шутку оцениду. Инт не успеваю смотреть. Ну, шутка зашла, короче, на этой позитивной ноте будем заканчивать. Итак, еще раз повторяю, я сейчас запущу конкурс на лучший кавер, на один из моих треков с повестки Бона или повестки 2, лучший кавер, который будет прислан либо в ВК под постом, либо в Твиттере, либо в Инстаграме под хэштегом Локиментур. До 9 часов 21 числа победит и попадет на мою репетицию 22 августа с 3 до 6 дня. В общем, все. Давайте, ребята, пока. Продолжение следует...